Представьте себе любое социальное событие. Соглашения ходят кругами, как хищники. Каждое приглашение в бар – растворитель. В одной комнате может быть 20 или даже больше ушей, но их не стоит ни упоминать, ни использовать для слушания. Похороны динамита и веяние пепла не одобряются. Но, как и многие другие правила, эти никогда не произносятся вслух. Однако, столь многие правила остаются невысказанными, что нам приходится возводить собственный протокол на основании многих лет проб и ошибок. Ниже приведены обрывки пространства точного знания, которые я сумел выразить. По всему тексту, ссылаясь на Гордона Брауна, я использовал мужские местоимения исключительно для удобства. Первое – приезжать на крошечной машине, лопающейся от злости. Второе – уступать несуществующим шантажистам и оставлять трепетный обтопок на лице перепуганного ребенка. Третье – шептать. Одолжительнее автоматический прикол и демонстрировать зубы, как зубные скобки. Четвертое – проявить цветную пленку над своим носом, убрать плафон и обернуть ее вокруг лампочки, погружая комнату в красно-коричневое очарование. Пятое – начинать фанатично молиться. Шестое – привязывать свою пупу к конной раме. Седьмое – ходить сквозь стены их снисходительности, продолжаясь по ту сторону. Восьмое – вежливо называть жилище хозяина – это ваша смертельная ловушка. Девятое – сказать, что папоротник – всегда чудесная мать. Повторить. Десятое – быстро жонглировать своими добродетелями, дабы произвести впечатление, что их больше. Или медленно, чтобы лучше скрыть свое изможденное пустое лицо. Одиннадцать – оскорблять человека без соответствующих сведений. Оскорбления станут клубком зигзагообразных догадок, вязнут в задыхающейся скороговорке пошлости. Двенадцатое – обращаться к своим настрям, как к самочным скважинам болезни. Тринадцатое – указывать на чужую жену за словами. Я дам за нее вдвое больше уплаченной цены. Четырнадцатое – затыкать неловкую паузу в разговоре одной или несколькими из следующих фраз. А. Я же приказывал, чтобы меня не тревожили. Б. Жгучий секс, могучий секс. В. Гарантирую воду у меня в голове. Г. А вы что стали делать с парой ворованных шкатулок? Д. Попытавшись утопиться, я дрожал на пледной заре. Е. Души не спасают вашу породу бекона. Й. Ритм сосания. Ж. А ты, я гляжу, аномально короткий. З. Кружки червят. И. Дама так дерзко выставляет свои бока. Й. Чур докторов не звать. К. Темница какая-то неровная, правда? Л. Мое лицо на вкус, как ячмень. М. Сдохни! Н. Алгоритмическая обезьяна. О. Два часа проспорили. Не узнали ничего нового. Шестнадцатое. Не разворачиваться, пока другие могут двигаться. Семнадцатое. Стоять на страже до последней капли крови, но из комнаты никого не выгонять, пока не начнут гадить. Восемнадцатое. Насаждать сухиканье над инструментальным столиком, наслаждаясь неопознанным грызуном. Твое лицо запятнанно подсветкой. Кинетика сияет. Ты соскребаешь слизь сраны мотылька. Ты безнадежен для мира, где социальное накопление больше, чем диверсия. Тлеет рассвет. Третья. 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 Продолжение следует...